Ассаляму алейкум, народ, и добро пожаловать на новый выпуск Смайл Туджанна. Мы все еще живем в пост-эпоху, где Эндрю Тейт принял ислам. Иншаллах, вас приветствует новый мусульманин. Некоторые братья сделали определенные предположения на этот счет, которые сейчас стали реальностью. А именно то, что Эндрю принял ислам, подтолкнуло к тому, что другие последовали его примеру. Машаллах, по этому комментарию видно, что этот человек тоже принял ислам из-за Эндрю. Машаллах. Именно поэтому мы очень радуемся, когда влиятельные люди произносят шахаду. Может, вы думаете, во-во, подожди, в том-то и дело, ислам не нуждается в этих людях. Я с вами согласен, ислам не нуждается в этих людях. Я вас услышал и в первый раз. Но эти люди нуждаются в исламе. Я с вами согласен на все сто процентов. Но есть причина, по которой пророк Мохаммад, мир ему и благословение, отправлял письма предводителям. И она заключается в том, что эти люди имели определенное влияние. Я думаю, что я внес ясность по этому вопросу. Взгляните на этот комментарий, который оставила одна девушка. Она пишет, если Эндрю Тейт примет ислам, я выйду из него. Я не хочу быть частью этой религии. Субханаллах, что вообще происходит. Некоторые ученые придерживают сомнения, что если человек планирует выйти из ислама, он уже из него вышел. Я понимаю, у вас неприязнь к Эндрю, но в истории были люди намного хуже него. Но Аллах все равно приказал пророкам пойти и сделать им дават. Говоря яснее, я имею в виду фараона. И когда Муса, мир ему, отправился к нему, чтобы призвать к единобожию, Аллах повелел ему говорить с ним мягко. Субханаллах. И это фараону, который говорил, «Анна раббакуму а'ля, я ваш Всевышний Господь». Субханаллах. И Аллах приказывает Мусе обращаться к нему с мягкостью. И находятся такие люди, которые говорят, «Ну уж нет, никакого Эндрю Тейта, вы что?» Субханаллах. Ни вы, ни я не решаем, кого Аллах поведет прямым путем. Это меня поражает. Некоторые люди считают, что у них монополия касаемо религии. Альхамдулиллях, это они нам решать. В прошлом жили такие люди, которые были абсолютно против ислама, такие как Умар ибнуль-Хаттаб, да будьте доволен им Аллах. Но Аллах все же почтил его этой религией. Поделюсь с вами цитатой, которую я услышал. Некоторые ученые говорили, что люди того времени считали, что скорее остел Умара примет ислам, нежели он сам. И он действительно стал мусульманином. И Субханаллах, когда мусульмане узнали об этом, они пришли в восторг, потому что религия крепла. Я не говорю, что Эндрю принесет с собой 100% только хорошее. Конечно, некоторые его убеждения сомнительные и должны быть исправлены и направлены. А кто этим должен заняться? Мы просим Аллаха в намазе. Аллах, веди нас по прямому пути. Пять раз в день мы говорим, Будучи мусульманами. Не думаете ли вы тогда, что кто-то вроде Эндрю Тейта также нуждается в руководстве? И почему мы думаем, нет-нет, этого достойно только хорошие люди, великие люди и тому подобное? Нет, ислам открыт для всех. Он был послан для всего человечества. Некоторые люди говорят, что он мошенник, он делает то-то и то-то. Послушайте, мы не слепые. У нас есть Коран и Сунна, и если Эндрю пойдет против них, то конечно мы призовем его к ответу в этом случае. Не то чтобы у него есть специальные заклинания для волшебной палочки, он не способен на такое. Так что мы заметим, если попытается нас одурачить или что-то подобное. Но он принял ислам, и мы желаем ему всего наилучшего. А те люди, которые пишут тупые комментарии, типа, ой, а если бы транссексуал принял ислам или гей, вы бы смогли их простить. Если человек становится мусульманином, его книга деяний очищается. И да, трансы, геи и кто угодно. Неважно, если человек принял ислам, значит он принял ислам. Кто мы такие, чтобы говорить «не, только не ты». Нам не разрешено так делать. Я хочу вам это разъяснить. Мы не можем говорить кому-либо, не входи в ислам. Да, как вы смеете? Как вы смеете думать, что у вас есть на это полномочия? Так что, аль-хамдулиллах, люди принимают религию, и мы за этим наблюдаем. Аль-хамдулиллах, а бесполезные люди уходят. Кто-то говорит, если Эндрю станет мусульманином, я выйду из ислама. Простите, пожалуйста, но где в вашей акиде, вашей вере говорится, что вера в Бога обуслаливается тем, что Тед не примет ислам? Что это вообще такое? Знаете, что это показывает, какая слабая и жалкая у вас вера? Потому что она не обуславливается тем, что Аллах един, что только Он достоин поклонения тем, что пророк Мухаммад, мир ему в гласовении, его последний пророк. Ваша вера не основана только на этом. Она опирается на общество, на людей. Так, вы вообще являетесь верующим человеком, который следует указаниям и придерживается акиды и принципов? Или вы являетесь верующим, потому что выросли мусульманская семья и среди? Это вопрос, который вам необходимо задать самим себе. И в наше время, когда многие, даже не говоря об исламе, возьмем религию в общем. Когда многие выступают против религии, вы должны знать больше об исламе. Изучайте свою религию. В вашем распоряжении есть YouTube, лекции ученых. Пусть Аллах не сделает нас из числа невежд. И пусть Аллах повезет нас прямым путем. Все больше людей тоже, как Эндрю Тейт. Пусть даже сутенеров, наркодилеров, наркоманов, насильников. То есть кого угодно. Эти люди нуждаются в исламе, в руководстве. Но если они его не получат, они продолжат причинять вред обществу. Вот почему это так важно, чтобы подобные люди устремились к истине. На этом остановимся. До следующего выпуска. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Как вы знаете, мы проводили в доме нашей подопечной ремонт. Осталось заменить три окна. Доступает холода. И вот посмотрите состояние. Вот один, второй. Они все пока клеенкой забиты. Вот третье окно. И вот это третье окно. Мы хотим заменить, если получится, с помощью вас, нашего лавана, на пластиковые. Дорогие братья и сестры, просим вас откликнуться и помочь нашей подопечной поменять эти окна, чтобы она могла уже полноценно жить в своем доме. Конечно, дом, скажу, уже старенький, поэтому здесь нужен капитальный ремонт. Но мы провели, конечно, здесь ремонт внутри. Вы видели, наверное, публикацию. Теперь осталось вот эти три окна поменять. Просим вас откликнуться, помочь. Каждый рубль, конечно, важен. Небольшой сбор. Мы думаем, быстренько соберем, поменяем, пока не настали сильные холода. Продолжение следует.